За допомогой у праце-улаткованни у постоянно дзеючая комиссии по содейничьей незанятости, что день звертаются десятки человек. Нагадаем, с першого Снежни белорусы могут проверить, те не включили их у базу дадзиных незанятых у экономицы насельництва. Марина Джалая побывала у комиссии Гомельского райвы Конкама и поглядела, как специалисты працуют по новых правилах. С першого Снежни у территориальную комиссию Гомельского райвы Конкама звернулася больше за полсотню человек. Большая частка с просьбой об допомоге знасти працу. С такой же мэтой люди приходят до специалистов постоянной дзеючей комиссии, клиенты сами выезжают у сельсоветы. Их на территории района больше их два десятки. Объехать треба кожны. Каб допомогать сельчанам, як маха худше працеулатковаться, специалисты на такие сустречи запрашают представников предприемства. Когда человек обращается, мы тут же предлагаем представителю организации трудоустраиваться. И сейчас можно с уверенностью сказать, что процентов 20 обратившихся к нам мы трудоустраиваем сразу. Часть людей, естественно, у нас просто обращается за какой-то консультацией. Мы им это объясняем, разъясняем. Поэтому, в принципе, люди находят взаимопонимание вот здесь и с удовольствием приходят к нам на заседание. То есть, получается, что люди, вот вы сказали, обращаются не только с этим вопросом трудоустройства. Они пользуются возможностью, что большое количество специалистов приезжает к ним в сельсовет, да, и они могут решить и другие все свои накопившиеся вопросы, с которыми они не в состоянии приехать, да, в силу там отсутствия, как вы говорили, финансовых средств либо времени. Да, все правильно. Да, именно так, потому что они приедут, мы им разъясняем, как можно трудоустроиться. Мы им разъясняем, если у него нет возможности этой сейчас, как можно получить образование дополнительное за счет Центра социальной защиты. Мы разъясняем, как можно получить суду для открытия своего дела. Люди, получая эту информацию, потом уже непосредственно начинают работать так, как им дальше хочется. Как раз с вашими специалистами сейчас поговорим и узнаем, приходят ли люди, может быть, сегодня кто-то был, ну и с какими конкретно вопросами. Ежедневно к нам приходят люди за консультацией. Вот на сегодняшний день пришел гражданин из поселка Юбилейного, принес нам пакет документов. Мы, значит, просмотрели, да, он входит в базу на основании документов, что он у нас работает, мы его с этой базой исключим. За весь период к нам обратилось более 50 человек. Из них человек 35 – это по вопросу трудоустройства, остальные по вопросу консультации, методической какой-то помощи. Приходят люди для того, чтобы узнать, как можно получить субсидию от нас, от управления для открытия ИП. Мы всех встречаем, всем рассказываем. И на сегодняшний день работа проведена и с сельскими советами, у всех есть информация, значит, по третьему декрету. И на сайте Гомельского райисполкома. Поэтому, я думаю, у нас больших проблем с этим не будет. Нагадаем, проверить тенитрапию человеку базу датиных, незанятых в экономице, можно на один импортале электронных послуг. Но с початку необходимо отримать ключ электронного личного подписа или логин и пароль в службе «Одно окно» по месту жихарства. Информацию можно отримать и иншим способом. Например, завернуться в постоянной девичью комиссию по осаденниче незанятости насильства по месту регистрации. Туда можно потелефоновать, накеровать письмовый звонок, у темлику на адрес электронной пошты. Марина Джалы, Андрей Иванов, телерадио «Компания Гомель».